Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки. Сегодня мы будем слушать сказку «Морозка». Итак, у мачехи была пачерица, да родная дочка. Родная, что не сделает, за всё её гладит по головке, да приговаривает. Умница! А пачерица, как не угождает, ничем не угодит. Всё не так, всё худо. А надо правду сказать, девочка была золота. В хороших руках она бы как сыр в масле купалась, а у мачехи каждый день слезами умывалась. Что делать? Ветер хоть пошумит, да затихнет, а старая баба расходится, не скоро уймётся. Всё будет придумывать, да зубы чесать. И придумала мачеха пачерицу со двора согнать. Вези, вези, старик, её куда хочешь, чтобы мои глаза её не видали, чтобы мои уши об ней не слыхали. Да не вози к родным в тёплую хату, а во чистом поле на трескун мороз. Старик затужил, заплакал, однако посадил дочку на сани, хотел прикрыть попонкой и то побоялся. Повёз бездомную во чисто поле, свалил на сугроб, перекрестил, а сам поскорее домой, чтобы глаза не видали дочериной смерти. Осталась бедненькая, трясётся и тихонько молитву творит. Приходит мороз, попрыгивает, поскакивает, на красную девушку поглядывает. Девушка, девушка, я мороз, красный нос. Мороз, добро пожаловать, мороз, знать бог тебя принёс по мою душу грешную. Мороз хотел её тукнуть и заморозить, но полюбилась ему её умные речи. Жаль стала, бросил он ей шубу, оделась она в шубу, подожмала ножки, сидит. Опять пришёл мороз, красный нос, попрыгивает, поскакивает, на красную девушку поглядывает. Девушка, девушка, я мороз, красный нос. Добро пожаловать, мороз, знать бог тебя принёс по мою душу грешную. Мороз пришёл совсем не по душу, он принёс красной девушке сундук высокий, да тяжёлый, полный всякого приданного. Уселась она в шубочке, на сундучке, такая весёленькая, такая хорошенькая. Опять пришёл мороз, красный нос, попрыгивает, поскакивает, на красную девушку поглядывает. Она его приветила, а он ей подарил платье, шитое серебром и золотом. И надела она, и стала какая красавица, какая нарядница. Сидит и песенки попевает, а мачеха по ней поминки справляет. Напекла блинов. Ступай, муж, вези хоронить свою дочь. Старик поехал, а собачка под столом. Тяф-тяф, старикову дочь в злате серебре везут, а старухину женихи не берут. Молчи, дура, на блин скажи. Старухину дочь женихи возьмут, а стариковой одни косточки привезут. Собачка съела блин, да опять. Тяф-тяф, старикову дочь в злате серебре везут, а старухину женихи не берут. Старуха и блины давала, и била ее, а собачка все свое. Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину женихи не возьмут. Скрипнули ворота, растворились двери, несут сундук высокий, тяжелый. Идет пачерица, панья-панья сияет. Мачеха глянула и руки врозь. Старик, старик, запрягай других лошадей, вези мою дочь поскорей, посади на то же поле, на то же место. Повез старик на то же поле, посадил на то же место. Пришел и мороз красный нос, поглядел на свою гостю, попрыгал, поскакал, а хороших речей не дождал. Рассердился, хватил ее и убил. Старик, ступай, мою дочь привези, лихих коней запряги, да саней не повали, да сундук не обрани. А собачка под столом, тяф-тяф, старикову дочь женихи возьмут, а старухиной в мешке косточки везут. Не ври, на пирог скажи, старухину в злате, в серебре везут. Растворились ворота, старуха выбежала встреть дочь, да вместо ее обняла холодное тело. Заплакала, заголосила, да поздно. Вот и сказке конец, а кто слушал, молодец. Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарий и жми на колокольчик. До встречи в новых видео. До встречи в новых видео.